шалом часто в жизни происходят такие неприятные моменты как ссора с близким человеком очень часто эта ссора не прекращается мы не можем найти мы пытаемся или не пытаемся но всяк случае вот этот разрыв отношений он заканчивается когда один человек уходит с этого мира и ты часто носишь в своем сердце боль о том что вот при жизни ты не нашел никакую лазейку чтобы помириться это может быть очень близкий человек и часто вот эта мысль тяжелая тяжелейшая она не дает покоя даже если мы были в хороших отношениях но часто мы укоряем себя в том что при жизни мы недостаточно уважали этого человека когда из жизни ушел мой отец приезжая к нему на могилу похоронен в израиле я часто плачу и укоряю себя в том что при жизни недостаточно его уважал любил мог быть лучшим сыном по-другому себя вести но для того чтобы это чувство смягчить для того чтобы наладить какой-то свой внутренний мир какую-то гармонию чувств не переживать можем сказать себе со смертью этого человека ушла наша вражда сейчас мы налаживаем контакт с его душой согласитесь ну такие вещи исправить после смерти физически материально очень тяжело кроме того что написано в торе что есть жизнь у души после смерти вот после ухода этого человека из жизни наша боль может превратиться в любовь в умиротворение как мы просто должны что-то сделать для души этого человека можем говорить за него ты или исправляя те ошибки которые были в прошлом можем посвятить ему уроки торы очень часто обращаются люди говорят вот вы знаете посвятите пожалуйста урок моему отцу они даже для этого дают сдаку это очень важный момент когда ты посвящаешь кому-то из близких кого кого уже нет в этом мире ты восполняешь тот пробел тем что поднимаешь его душу написано в торе что самое великое и единственное что мы можем сделать для души этого человека это поднять его в том мире показать в том мире что он важен нам в этом мире и это делается посредством контакта с душой то есть когда мы посвящаем этому человеку что-то очень важное причем важно не только для меня а для людей и люди слышат это имя и говорят видишь эта душа имеет заслугу имеет заслугу перед богом и перед нами потому что в этом мире у нас может быть не был такой такие отношения хорошие может быть не были а так как в этом мире мы пытаемся вот то упущенное которое было исправить то очень важно делать какие-то духовные проекты в память и для возвышения этой души то есть с телом этого человека с его погребением ушел наш конфликт ушла наша боль наши слезы и теперь наши отношения они более высокие более духовные обратите монета это может быть даже в чем-то великая возможность исправить духовно материально все эти вещи дамы и господа просто после такого случая все хорошее что мы делаем все добрые наши дела посвящать этому человеку или этим людям и просто говорить вот я это сделал я это делаю для возвышения души какого-то человека и это поможет ему это поможет нам это поможет всему миру потому что в заслуга этого человека уже даже после его ухода делается хорошие вещи на земле под солнцем перед самим творцом шалом шалом